Всем привет, ребята! Как у вас сегодня дела? Презентую вам опять вашу любимую рубрику, которую вы так любите смотреть. Это чтение коротких историй на английском. Обычно это какие-то смешные истории или история со смыслом. Сегодня, напомню, мы не просто тренируемся читать. Кроме того, что мы будем читать по-английски, мы еще будем говорить, узнавать новые интересные английские слова и фразы. А в конце занятия мы потренируемся понимать то, что нам говорит носитель и отвечать на его вопросы. Поэтому сегодняшнее занятие будет для вас очень полезным. Ну и, конечно, за дополнительными видео и аудиоуроками английского языка, а также за обучающими курсами английского для разных уровней и для разных целей, заходите на сайт быстроenglish.com. Ссылка здесь вверху и внизу под видео. Let's begin! Начнем! Сначала я прочитаю, потом вы поставьте это видео на паузу и тоже прочитайте вслух, обязательно вслух, хорошо? Once upon a time there was a village And in that village there was an interesting tradition When a guy wanted to marry a girl, he had to give a cow for her to her father So, let's translate it. Давайте переведем. Однажды жило-было Однажды была деревня И в той деревне была интересная традиция. Когда парень хотел жениться на девушке, ему нужно было дать за нее корову ее отцу. Okay, pause this video. Поставьте это видео на паузу и прочитайте, пожалуйста, этот небольшой абзац вслух. Okay, very good. So, what's interesting here? Что здесь интересного? Once upon a time Это такое выражение, с которого начинаются обычно все сказки на английском, все какие-то истории, притчи. Это, знаете, как что-то типа жили-были. Вот. Once upon a time Вообще это переводится как «однажды». Once upon a time Давайте это скажем. Very good. Очень хорошо. A village – это деревня. A village Village Have to – это быть должным что-то сделать. Модальный глагол Have to You have to do this. Вот так его можно использовать в речи. Ты должен это сделать. Давайте скажем это вместе. You have to do this. Very good. Очень хорошо. Если же вам нужно сказать это в прошедшем времени, тебе нужно было позвонить мне вчера, например, то have у вас ставится в прошедшее время. Had Знаете, что have в прошедшем – это had? Had Получается, например, You had to do this yesterday. Ты должен был это сделать вчера. Let's read it. Давайте это прочитаем. Great. Хорошо. Итак, всегда, когда вы хотите кому-то сказать «ты должен», например, «ты должен закончить это к завтрашнему утру». Вы будете использовать You have to. Или, например, «Мне нужно идти». I have to go. I have to go. В прошедшем вы будете уже говорить Had to. Окей? Хорошо? Кстати, в этом абзаце очень часто использовалась There was – грамматическая конструкция Прошедшее время от there is Используем тогда, когда говорим о том, что что-то где-то находилось, что-то где-то было There was a village Было какое-то село, какая-то деревня There was an interesting tradition Там была интересная традиция И так далее Let's continue. Продолжаем And in that village there was Again, опять, да? There was a family with five daughters И в той деревне была семья Была There was Там что-то было, да? А с пятью девочками, дочками All of the girls were beautiful Except for the youngest one Все девочки были красивыми, кроме самой младшей The youngest Самая младшая Вместо того, чтобы сказать Самая младшая дочка Daughter Мы дочку заменили на слово one Так делается в английском языке Чтобы не повторять одно и то же слово по нескольку раз предложений Они просто второй раз его заменяют на слово one And everyone in the family Would always tell her That she would never get married Because she was not pretty enough И каждый в семье Всегда ей говорил, что Она никогда не выйдет замуж Потому что она была Недостаточно красивая Вот так Let's pause this video And read this text Start Вы должны были прочитать уже этот отрывок Обязательно читайте вслух Чем больше вы читаете вслух, тем больше вы тренируете ваш речевой аппарат говорить на английском языке Это очень помогает в разговорной речи What's interesting? Что здесь интересного? Except for Давайте скажем Except for Да, это значит кроме, за исключением For example Например, как вам, допустим, сказать кому-то? Ну, например Я люблю все фрукты, кроме груз I love all fruits Except for Кроме Груши – это pears Давайте скажем вот это еще раз на английском Хорошо Enough – это достаточно Хватит Например, pretty enough – достаточно красивая Not pretty enough Да, недостаточно красивая Или, например, у вас спрашивают Как еще это можно использовать? Вам говорят Do you want more soup? Хочешь еще супа? А вы говорите That's enough Thank you Достаточно, спасибо Хватит, спасибо That's enough То есть можно использовать по-разному Итак, еще раз Except for Enough Однажды One day – это как бы В один день Ну, то есть однажды Молодой мужчина Was passing by Проходил мимо Увидел Saw Увидел – это прошедшее время Отцы Видеть Увидел младшую дочку Пообщался с ней Spoke with her И Что? Влюбился в нее Он пришел к ее отцу И сказал Я люблю вашу дочь Я дам вам за нее Я хочу вам за нее дать Десять коров Не одну, а десять Представляете? Pause this video And read this paragraph out loud Good, хорошо Что здесь интересного? To pass by – это проходить мимо Давайте скажем это вместе To pass by For example, например, как это можно использовать? Вы можете сказать кому-то I was passing by And decided to stop by your house And say hello Что это значит? Я проходил мимо I was passing by Я проходил мимо И решил остановиться у вашего дома И поздороваться Say hello Здороваться To fall in love – это влюбляться В – это with Давайте скажем это вместе To fall in love with Хорошо Например, как сказать Он в нее влюбился В прошедшем времени Fall превращается в fell Получается Как вы это сказали? He fell in love with her Вот так Если, кстати, переводить это дословно Получится, что он как бы упал в любовь с ней To fall – это же вообще падать Получается, он упал в любовь с ней Он в нее влюбился Итак, молодой человек The young man decided to give ten cows for the youngest daughter Решил дать десять коров за младшую девушку What did the father say? Что же сказал отец? Давайте узнаем И отец ответил Но она не стоит так много Представляете, он сказал Она не настолько красивая Не такая милая Как остальные мои дочки She is not as pretty Это сравнение, да? Не настолько, не такая красивая As Как As 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 pretty as Как остальные The rest Остальные мои дочки You don't need to pay me anything Тебе не нужно вообще ничего мне платить But the young man insisted Но молодой человек настоял Он настаивал Он сказал Нет, я дам вам десять коров за нее Let's read it Прочитайте Ставьте видео на паузу Чтобы успеть все это прочитать И обязательно читайте вслух Так вы тренируете вашу Что? Разговорную речь Итак, что здесь интересного? Чудесное выражение To be worth Что означает Быть достойным чего-то Стоить Стоить в смысле Быть достойным To be worth Давайте это скажем Очень популярное Очень нужное выражение Например, как вы скажете Я этого достоин Я этого достоин Так как у нас здесь глагол To be То нам нужно сказать I am worth it Как бы я есть достоин этого Или я достойна этого В английском вот это выражение Часто используется с it Этого Или, например, представьте, как вы кому-то говорите Например, вашему другу Ты этого достоин That's right Верно Вы скажете You are worth it Не забывайте про глагол To be Нужно говорить You are I am He is worth it Или, например, Эта сумка не стоит так много This bag is not worth that much И так далее To insist Это настаивать Кстати, оно уже встречалось В наших историях Например, вы говорите кому-то Let me pay you back Позволь я тебе верну деньги Let me pay you back Оплачу тебе назад То есть верну тебе деньги Вам говорят It's okay There is no need for that Не нужно В этом нет необходимости There is no need for that В этом нет необходимости А вы говорите But I insist Но я Настаиваю I insist Скажите это вслух Хорошо Итак, молодой человек настоял Он упорно хотел дать за нее Десять коров Let's translate it Переведем Ладно Сказал отец И пара поженилась И ушли Уехали Отправились Жить в другую деревню Год спустя A year later Год спустя Семья девушки Отправилась Чтобы ее навестить Went Прошедшее время От go Пошли Поехали Навестить ее When she walked out of the house Что это значит? Walk out Это выходить Of Из Когда она вышла из дома To greet them Чтобы поприветствовать их Они не могли поверить своим глазам Она выглядела по-настоящему красивой She looked Она выглядела действительно красивой So, a couple Это пара Пара минут Пара часов Или пара В смысле мужчина и женщина Скажите A couple A couple Например, скажите Про кого-то Про ваших знакомых Они пара Правильно По-английски вы будете говорить Они есть пара Они являются парой They are a couple Сказали? To greet Это приветствовать To say hello Здороваться To greet Скажите Greet Приветствовать кого-то Например, попробуйте перевести Эта пара Поприветствовала меня улыбкой Улыбкой будет With a smile У вас должно было получиться This couple Greeted Поприветствовала Greeted me With a smile Поставьте видео на паузу И скажите это еще раз Из гадкого утенка An ugly duckling Это гадкий утенок She turned into Она превратилась Turn into Фразовый глагол Который означает превращаться Он встречался нам уже не раз В других историях Она превратилась в прекрасного Лебедя A swan Лебедь How did this happen, daughter? How come you've changed so much? Asked the father Как это произошло, дочь? Как так получилось, что ты настолько изменилась? Спросил отец Как вы думаете, что она ответила? Если вы слышали раньше эту историю, то вы знаете And she said It's just that day I realized That I'm worth ten cows Что это значит? Да, она сказала Просто в тот день я поняла, что я достойна Или я стою десяти коров Вот такая вот трансформация Transformation Трансформация произошла с девушкой Замечательный вопрос выражения Это how come Это аналог слова why Почему? How come? Спросите Кстати, довольно часто используется в разговорном английском Вместо why можно сказать How come? Почему? Как так? Как так получилось? Скажите How come? Например I'm going to come home late today Что это значит? Я сегодня приду домой поздно А вы говорите Почему? Как так? Спросите How come? Правильно How come? Или, например Давайте прочитаем и попробуем перевести How come you didn't greet me yesterday at the bus stop? Правильно Это означает Почему? Как так? Что ты со мной не поздоровался Вчера на автобусной остановке Как так? Что ты меня не поприветствовал? To realize Это осознавать Тоже у нас раньше это встречалось Realize Осознавать Понимать I realized Можно перевести как До меня дошло Я понял Я осознал I realized Скажите это вслух Например Я понимаю сейчас, что я этого достоин Как это сказать? I realize Now That I am worth it Помните? Быть достойным To be worth it I am worth it Прочитайте это еще раз, пожалуйста Good Хорошо Или, например Что значит How come you realized This only now? Попробуйте перевести Почему? Как так? Что ты понял это? Осознал это Только сейчас Better late than ever Лучше поздно, чем никогда Пожалуйста, поставьте видео на паузу И прочитайте эти примеры Еще раз Для лучшего закрепления материала Окей Wonderful job Замечательная работа И сейчас еще немножко тренировки Practice answering the questions Потренируйтесь отвечать на вопросы Сейчас вы будете слушать Как у вас будет что-то спрашивать носитель языка По вот этой истории Вы будете тренироваться Понимать речь носителя И учиться Практиковаться Отвечать на вопросы Обязательно отвечайте вслух Хорошо? Это очень важно Для вашего успеха в английском Let's do it Давайте What tradition was there in the village? What tradition was there in the village? Please answer Ответьте When a guy wanted to marry a girl He had to give a cow for her To her father How many daughters did the father have? How many daughters did the father have? The father had five daughters Was the youngest daughter As pretty as the other girls? Was the youngest daughter As pretty as the other girls? The youngest daughter Was not as pretty as the other daughters How many cows did the groom want to give for her? How many cows did the groom want to give for her? The groom wanted to give ten cows for her Why did the youngest daughter become so beautiful? Why did the youngest daughter become so beautiful? She realized she was worth ten cows Okay, guys Wonderful job Замечательная работа Для лучших результатов Вы всегда можете посмотреть это видео Еще один или несколько раз Ну а за дополнительными уроками Статьями Видеозанятиями Аудиоуроками английского И обучающими курсами Заходите на сайт БыстроEnglish.com БыстроEnglish.com Ссылка внизу под видео Субтитры создавал DimaTorzok bereits Субтитры создавал DimaTorzok